Это Артек. Самый большой детский курорт в мире. На его территории могло бы поместиться княжество Монако со всеми своими казино или, например, остров Тенерифе со всеми находящимися на нем пятизвездочными отелями. Но в нашей стране на этом месте построили единственный в своем роде город для детей, в котором впервые за всю историю цивилизации уже почти сто лет существует модель идеального человеческого общества, направленного на доброту и созидание. Удивительный и сверкающий мир, в котором мечтал оказаться каждый из живущих в нашей стране. Воплощенное будущее, которое снова к нам возвращается. Существует две версии истории появления Артека. Та, которую знают все, и правильная, о которой сейчас узнаете только вы. В советские годы было не принято говорить о том, что на самом деле самый большой и самый первый в мире детский курорт придумал не Совет народных депутатов, а великий русский иммунолог Сергей Ментальников, который вместе с детским курортом еще и придумал, как спасти человечество от туберкулеза. Главный пионерский лагерь страны начинался с самой большой в Крыму оливковой рощи. В ней в 1925 году поселилось 80 пионеров, укрытых от различных погодных явлений четырьмя брезентовыми палатками. К 1930 году, когда самая большая в Крыму оливковая роща значительно уменьшилась, а количество пионеров значительно увеличилось, в Артеке появилось уже два лагеря. Нижний, позднее переименованный в морской, и верхний, позднее названный горным. В 1936 году правительство подарило детям поместье Сууксу, построенное архитектором императорского двора Николаем Красновым. Так появился артековский лагерь номер три – Лазурный. Спустя еще восемь лет строится четвертый лагерь – Кипарисный. А через 18 лет после этого потрясающий русский архитектор Анатолий Полянский строит на территории Артека комплекс Прибрежный, состоящий сразу из четырех лагерей – Речной, Озерный, Полевой и Лесной. Тогда же лагерь Горный разделился на Хрустальный, Янтарный, Алмазный и Гору Аюдак. Всего на территории Артека, которая составляет 208 гектаров, 407 сооружений, 101 памятник, 300 видов различных зеленых насаждений и один самый большой в Европе болотный кипарис, называемый в просторечии таксодиум. Также на территории Артека с начала 80-х годов существует 11-метровая статуя Владимира Ильича Ленина, которая считается одним из самых крупных в мире противооползневых сооружений. В свободное от оболзней время статуя служит морским ориентиром для судов. А еще здесь растет волшебная секвойя. Возле нее загадывают желания, которые потом почти всегда сбываются. Относительно недалеко от волшебной секвойи находится маленький домик, в котором по преданию жила известнейшая международная авантюристка графиня Жанна де Ламот, ставшая прототипом Миледи, героиня романа Александра Дюма «Три мушкетера». Графиня де Ламот – официальное привидение Артека. Здесь ее называют «белой дамой». Народ страшно мне завидовал. И я сам себе завидовал. Потому что это такое приключение. Потому что Артек всегда гремел, как лучший лагерь в мире. Попасть туда было невероятно сложно. Мне повезло, потому что в то время я занимался спортивной гимнастикой и неожиданно выиграл чемпионат России среди школьников. Все вокруг были счастливы, потому что попали в такое место сумасшедшее. Было очень много иностранцев. Я впервые тогда увидел негров. Первый раз. Думаю, как это так? Мне прям хотелось дотронуться, что это такое. Сейчас, конечно, смешно, но тогда это было интересно. Нас катали с пограничниками на Острожевом Кате, на котором Хрущев ходил в море. Никита Сергеевич, как они сказали, вот тут сидел. Я сел на это место, и с меня сдуло без козырку. И после этого я такой грустный на всех фотографиях. Эта идея Артека, она фундаментальная идея. Она великолепная, она великая идея. Идея о том, что вот равенство, братство и счастье. Эти принципы, они великолепные. В этом вот правда жизни. И нужно, чтобы дети разных стран приезжали, посмотрели, как мы умеем это делать. Мы это умеем делать. Мы сумели сделать лучшую Олимпиаду в мире. Мы сумели, у нас ракеты летают лучше всех, понимаете. У нас, мы многое умеем. Поэтому мы должны не закрываться, а быть открытыми всему миру. И все должны приезжать, смотреть. В этом и идея Артека. Помимо разоблачения и поимки шпионов, Артек в рамках развивающегося социалистического общества выполнял две невероятно важные функции. Главный пионерский лагерь страны был беспримерным стимулом для детской активности и стремления к самосовершенствованию. Поскольку для того, чтобы попасть в сказочный город счастья, ребенку непременно надо было быть в чем-нибудь самым лучшим. Например, выиграть всесоюзную Олимпиаду или республиканский музыкальный конкурс. Еще он мог совершить какой-нибудь выдающийся общественно значимый поступок. Переоценить плюсы подобной воспитательной системы невозможно. И очень приятно сознавать, что мы единственная страна в мире, где подобная практика осуществлялась на государственном уровне. И еще более приятно знать, что теперь она снова осуществляется. Прямо здесь и сейчас. В таких обстоятельствах особенно понятно, зачем нужен Артек. Дело в том, что в образовательной системе крайне мало институтов, которые показывают, что труд, инсердие человека может быть оценено. И он может составлять фундамент его будущего успеха. Мне кажется, что Артек как раз выполняет эту функцию, будучи поощрением тому, кто своим усилием в учебе, спорте, искусстве, в общественной деятельности заслужил право сюда приехать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В истории Артека есть одна особенная дата. 28 июля 1967 года. В этот день случилось три знаменательных события. В 8 часов 2 минуты по Москве впервые в Советском Союзе во время зарядки прозвучала песня Владимира Семеновича Высоцкого «Утренняя гимнастика», которая впоследствии с точки зрения статистики наиболее прочно ассоциировалась с пионерским детством старшего поколения нашей страны. В 11 часов 6 минут в Артеке был открыт самый первый в мире музей космонавтики. Очень может быть, что значительная часть небольших социалистических стран, образовавшихся в Южной Америке и обеих Африках, обязаны своим существованием Артеку. Сказочный город детства покорял мировую общественность своей настоящестью. Архитектура была воздушной, улыбки искренними, а счастье восхитительно беспредельным. Редактор субтитров А.Семкин Вернуться в Крым после 20 лет отсутствия было удивительно, потому что все ожидали детских впечатлений, все ожидали прекрасного Крыма. Да, Крым нас встретил тем же самым морем, теми же самыми камнями, скалами и горами, названия которых мы знаем все наизусть. Но вместе с тем мы столкнулись с серьезной разрухой. Это заброшенные набережные, это застроенные парки, утерянные памятники. И то, что мы увидели в Артеке, это было фактически продолжение всего того, что было в Крыму. Отсутствие инвестиций, отсутствие долгосрочной стратегической позиции в отношении каждого объекта, в отношении лучшего лагеря, наверное, в мире. Это было осознавать очень больно, но отреагировали все быстро. Нам приходится сегодня прилагать огромные усилия для того, чтобы вдохнуть в него жизнь. Но вокруг лагеря собрались очень мощные, талантливые силы. И сегодня мы говорим о перспективах для лагеря. Это создать лагерь нового поколения. Пожалуйста, обязательно обратите внимание на то, что всего через год после появления в жизни Артека нашего государства на территории курорта было почти полностью восстановлено шесть детских лагерей. Хрустальный, Лазурный, Янтарный, Морской, Озерный, Речной. Последний раз подобное по масштабам строительство проводилось в Артеке 50 лет тому назад. Тогда группа выдающегося советского архитектора Анатолия Полянского построила здесь восемь комплексов отдельных детских лагерей, являвшихся частью проекта Большого Артека. Каждый из комплексов обладал фантастически продуманной и оригинальной архитектурой, которая учитывала тематику лагеря, рельеф местности и даже неистребимое детское стремление к познанию крыш, вылезанию из окон и прочим невинным развлечениям. Уникальность сооружений заключается еще и в том, что все они имеют несущие балки и конструкции, специально разработанные с учетом территориальной сейсмической активности, небольшой, но существующей. И неспроста на солнечной и воздушной. Сегодня настало время реализовать часть проектов, они будут реализованы уже на новом уровне. Будет создаваться новое образовательное пространство. И я уверена, что те идеи строительства комплекса «Солнечный», идеи строительства новых кампусов, новых образовательных помещений. Это все даст очень серьезный выигрыш всей нашей системе образования российским детям и всей России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова